Шиповка юных это своеобразный смотр резерва. У этих 9-10-летних мальчишек и девчонок все только начинается. В гости к рязанским юниорам приехали ребята из Елатьмы, Корабленос, Копина. Для кого-то шиповка первый серьезный областной старт. И это не только проверка собственных сил, но и знакомство с конкурентной средой. На данный момент это соревнование у нас для самых младших. Здесь просто выявить перспективных спортсменов, опять же может быть увидеть у некоторых специализацию какую-то там к коротким спринтерским бегам, либо к средним бегам. И посмотреть вообще в общем, что у нас на данный момент, какой уровень спортсменов. Для наставников каждый юный спринтер как открытая книга. По словам заслуженного тренера по легкой атлетике Нины Куделиной, взрывная сила у спортсмена должна быть от природы. Всему остальному можно научить. Главное распознать способности в раннем возрасте. Шиповка юных для этого в самый раз. Дисциплины всего три, бег на 60 метров, прыжки в длину с разбега и полукилометровая дистанция. Впрочем, все, что нужно увидеть, опытные тренеры в ребятах увидят. Каждый тренер из нас работает через многоборную подготовку. Если мы через нее не пойдем, значит мы не разобьем такое качество, как быстрота. Во-первых, там координация, быстрота. Ну, сила в таком возрасте, она еще как бы не развивается. Они приходят там, идет в основном многоборная подготовка. Поэтому вот эти соревнования шиповка юных, они подразумевают это. Как раньше было пионерское четырехболе. Это бег 60, средние как бы дистанции, прыжок в длину или прыжок в высоту. Понятно, что результаты у ребят еще далеки от идеальных. Ну или хотя бы соревновательных на уровне округа. Тем не менее, шансы попасть в сборную Рязанской области у них есть. Всероссийский уровень шиповки юных это как бы подразумевает. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».